здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня обсудим рынки фондовые металлы нефть газ форекс криптовалюты скажу свое мнение в принципе по основным инструментом сохраняется та тенденция которую я говорил пятницу последнем своем обзоре но есть по некоторым инструментам так скажем определенные сомнения и я о них сегодня поговорю ну давайте сразу перейдем к инструментам начнем с фондовых индексов и так в пятницу я говорил что здесь скорее все дальше будут расти s&p 500 у нас даже сейчас можно его я думаю рассматривать на покупку технически мы пробили так скажем исторический максимум который был летом да то есть в сентябре мы его пробили закрепились выше и все указывает что дальше мы будем расти поэтому s&p мой совет покупать секущих на здесь понятно ключевой уровень 5 720 вот он предыдущий максимум даже если мы с текущим секущих не пойдем я бы там короткий стопы ставил повыносила да если пойдет сценарий другой будет коррекция все равно скоррекция дальше буду искать покупки у нас фундаментально если смотреть многие крупные компании сейчас на уолл-стрит заявили о больших байбеках да то есть выкупать свои акции поэтому я думаю это будет толкать акции вверх поэтому s&p я рассматриваю только вверх что касается nasdaq то его торгуют здесь картинка аналогичная дамы максимум не обновили еще пока июльские летние но локально вот эта картинка указывает что скорее всего дальше мы будем расти вот локальный ключевой уровень я бы отметил где-то в районе 19 950 плюс минус да вот эти минимум которые у нас сформировались пятницу и понедельник пока мы выше этих минимумов локально возможно рассматривать покупки и у нас есть куда расти в район 21000 у нас да поэтому фондовые индексы пока только вверх если начнутся коррекции я бы их скажем фиксировал да то есть не ставил большие стопы потому что это коррекция может любую глубину нарисовать поэтому дальше уже искал новые покупки но с текущих покупаем дальше по металлам золото в принципе неплохо себя показала пятницу как раз я в пятницу в обзоре утром говорил что на стоит его покупать мы в принципе неплохо сделали 2 600 там практически 40 2 700 не добили но в принципе на этом локально можно было заработать нужно понимать что не нужно жадничать нужно по чуть-чуть скажем фиксироваться потому что скажем воду золото есть такие моменты когда она дает большой такой рост хорошенький потом может просто взять и сильно очень скорректироваться очень поэтому внимательно если вы покупаете там без убытки стоп лоссы повыше за минимум предыдущего дня на каких-то новых точек хода по золоту я не вижу потому что в пятницу когда я записывал здесь было накопление сейчас я бы какие-то новые сделки не совершал а вот что интересного это по серебру скажем у меня здесь вот этот вот этот инструмент он имеет так скажем такой момент неопределенности можно сказать что мы дальше будем расти по тренду но я еще в прошлых своих обзорах обсуждал такие моменты что у нас вот если считать сравнивать золото до золота у нас новые максимум показывает серебро она никак не может и вот последняя вот эта волна роста которая у нас идет с августа сентября до 2 месяца мы видим что этот рост никак не может обновить предыдущий максимум это может говорить о том что если вот это движение вниз которое было у нас скажем начале лета это как импульс а вот это все коррекция и у нас условно как когда быки набирают силу да но не могут обновить предыдущий максимум никак и это может сигнализировать о об окончании вот этого тренда поэтому рискованно рискованно здесь можно пробовать шортить стоп лосс за вот максимума 3150 до плюс минус стоп лосс здесь понятие да там большой я бы прям не ставил но где-то здесь плюс-минус если вот это импульс это коррекция это очень сложно это что-то наподобие смотрите допустим вот как примера вот как пример вот у вот этого да вот когда у нас двадцать первом году смотрите то есть идет 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 такой рост на предыдущий максимум и мы не обновляем и дальше идет сильно сильное движение вниз конечно здесь вот это был май двадцать первого года здесь была очень красивая моделька я вижу на разворот на текущий момент у нас не до такого прям красиво разворота если он позже нарисуется там прям такой это уже будет пониже ну сейчас рискнуть можно но говорю это против сильного тренда обязательно со стоп лоссами нефть по нефти я дальше прогнозирую рост у нас сохраняется вот это локальное поджатие по данным инструментом вчера немножко скорректировались я бы по нефти сейчас от кто ранее не покупала я напомню еще где-то в районе 72 по бренд советовал покупать и на текущий момент с текущих 74 на сценой я бы дальше покупал плюс у нас на ближнем востоке идет какая-то эскалация скажем во что она перерастет что-то масштабное время покажет возможно позже и так далее но пока я бы нефть покупал стоп лосса понятного допустим за вчерашний минимум то есть у нас был такой вынос локальный вот кто сегодня покупает я был в таком формате работал по по нефти поэтому нефти пока покупки будет ли это глобальный разворот время покажет если будут новые минимумы мы будем искать дальше покупки потому что я еще прошлый раз говорил и приводил ссылку себе в телеграм-канале что у нас очень сильно все шортят не в крупные игроки сантимент медвежий это указывает на то что скорее всего рынок где-то плюс-минус должен развернуться дальше натуральный газ просто великолепно вот я кстати после последние там два года очень полюбил натуральный газ он очень красиво ходит до этого я его не торговал не анализировал никогда напомню на прошлой неделе в пятницу в последнем обзоре и в принципе предыдущих обзорах я советовал только покупать натуральный газ практически последнее время мы показали великолепный рост еще в закрытом канале просигнал его покупал просто великолепно сейчас уже новых точек я не вижу то есть здесь было очень красивое накопление и мы его отработали великолепно поэтому кто покупал я бы частично фиксировался там основную часть и дальше стоп-лосс двигал возможно получится более сильный рост или мы там уже где-то плюс-минус закончим то есть натуральный газ вот если анализировать последнее время великолепные точки входа дает да иногда он накапливает больше времени но вот такое то есть циклично но просто великолепно поэтому фиксируемся ну что касается допустим индекса доллара евро доллара здесь я в пятницу говорил за шорт нам в принципе не пошли по шорту то есть мы пошли локально откатывать вверх и сейчас я бы так сказал есть достаточно такая доля вероятности большая что индекс доллара может скорректироваться вверх перед там дальнейшим падением конечно у нас пока мы еще выше то есть ниже уровня где-то примерно там давайте так 100 101 до 101 то шансы на снижение есть но я я так скажу они уже немножко уменьшается и поэтому есть вероятность что мы по индекс доллара будем корректироваться в район 102 и возможно чуть выше на будем щупать потому что как то вот если смотреть евро доллар евро доллар да то здесь я еще нахожусь покупках получается у нас ключевый уровень поддержки 111 да то есть я об этом уровне говорил пятницу да как видим вчера скинули вышли плохие пимпай по германии по франции ниже ожиданий там ниже 50 пунктов даже то есть мы знаем что ниже 50 пунктов это плохо для экономики и мы вчера утром так хорошенько скорректировались поэтому евро доллар я еще скажем держу лонг по нему и стоп лосс за вот этот минимум который у нас был после фрс ночью 1 1070 да вот если мы эту точку ломаем таком случае я пока с евро покупок выхожу и дальше буду смотреть так как у нас есть шансы скатиться дальше снова в район 110 а там плюс-минус уже увидим то есть но пока мы выше 111 и стоп еще стоит я в закрытом канале и в принципе вот сейчас в обзоре говорю что есть шансы еще вырасти но они раньше я был скажем на прошлой неделе там более сильно уверен в росте то сейчас вот вчерашнее закрытие плюс там другие пары указывают тот же там доллар франк допустим хотя у него своя история там напомню по доллар франку у нас заседание цб швейцарии да скорее понизить ставку это все в принципе ожидают заложено в цену но в принципе главное еще даже риторика что цб дальше скажешь на пресс-конференции по дальнейшему понижению ставок вот это может подтолкнуть и каким-то образом потянуть и евро потому что евро вот это сниже снижение вчерашние достаточно агрессивно но стоп стоит посмотрим тренд у нас вверх поэтому любые такие колебания не могут скажем заманивать сейчас разворачиваемся и так далее поэтому от индекс доллара и евро в принципе а тенденцию я сохраняю но с тем моментом что есть вероятность достаточно что доллар будет укрепляться поэтому вы можете принять решение дальше сидеть со стоп лоссом понятно куда или выйти или в эти с покупок то есть в таком формате шортить ли этот евро доллар ну я скажу так очень сложно то есть дальше фунт доллар вот даже сдавайте сравним евро и фунт по фунту и по евро я в принципе последнем обзоре своем говорил покупать да вот евро практически не показала роста с ну с последним обзором локальный рост а вот фунт показал красивый мы практически каждый день даже вчера и и даже сегодня какие-то локальные максимумы показываем поэтому что я могу сказать по фунту пока причина разворот нету но я бы потихонечку фиксировался потому что мы достаточно сильно выросли у нас здесь в принципе и и скажем технически никаких сигнал на разворот я не вижу но некоторые индикаторы указывают на то что фунт сильно перекуплен и у любой момент он может скорректироваться достаточно сильно смотрите 100 200 300 пунктов фунт может скорректироваться чтобы вы не теряли эту прибыль вы можете по них потихонечку фиксировать основную часть и основную часть там ну по остальной части там стоп лосс подтягивать за предыдущий минимум дня потому что здесь вот я смотрю вот и дивергенция есть по миссии я там смотрел и стахасик до скажем это не супер надежный сигнал а но уже указывают на какие-то моменты по рынку как вариант что мы возможно где-то финал вот этого роста по фунту ну и по криптовалютам давайте двух словах bitcoin у нас тестирует уровень 65 тысяч достаточно сильный уровень я бы здесь понаблюдал за биткойном у нас с этой точки возможно и сильное падение я пока его не трогаю будет закончилась ли вот это все ну у нас вопрос по биткоину вот эта коррекция которая у нас длится последние несколько месяцев достаточно долго так какие несколько месяцев у нас уже практически если берем март по сегодня больше полгода у нас коррекция очень сильно закончилась ли они она сложно сказать я бы здесь где-то спекулятивно плюс-минус возможно искал шарты еще на одно снижение в район на там 50 тысяч плюс-минус вот как то вот так но пока точек хода каких-то идеальных я не вижу не вижу поэтому каких-то конкретных советов я не могу давать а вот по эфиру мы еще находимся в покупках напомню прошлый раз своем обзоре пятничном я говорил что эфир мы покупаем и его купили еще в районе 2 300 сейчас у нас 2600 принципе неплохо мы более десяти процентов делаем принципе здесь есть куда куда нам расти поэтому эфир пока локально вот здесь все говорит за покупки возможно где-то в район там 22 800 мы будем расти вот так вкратце если это касается криптовалюты каких-то хороших и понятных дальнейших точек нету но будем следить если что-то появится в следующих обзоров буду говорить поэтому по рынку вот такие моменты расклады в принципе все по тренду но как я уже сказал серебро и индекс доллара и евро они под вопросом и даже я вот по по серебру в принципе можно пробовать чертить но скажу это так такие сложные моменты я бы не сказал что там супер-пупер но что касается серебра что касается евро индекса доллара и фунта вот там вот там нужно быть осторожным потому что здесь там возможно изменения я не говорю что глобальные но какие-то коррекционные очень сильные до плюс-минус хорошо всем хорошего дня до свидания до следующего обзора где-то там ближе к концу недели там принципе у нас и статистики много после и принципе каждый день по штатам стать статистики много но возможно картинка какая-то дополнится всем удачи пока